МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба отеля радиокампании Гомель протягивает свою работу в эфиры. У студии працует Наталья Гнатенко. Витаю вас, глядите в этом выпуске. На Гомельщине сёння стартовал областный этап республиканской олимпиады по школьных предметах. Знакомитая белорусская спортсменка Александра Герасименя сёння провела майстер-класс у Гомельским палаце водных видов спорту. Зимовый характер надворья на этом тыдне захавается, але морозы у правнанні скалядными значна ослабнуть. И больше подробязна об этом и не только. Гомельский цирк удостоенный специальной премии президента Беларуси. Александр Лукашенко подписал указ об присудженні премии за духовное адрадженне и спецпремии дзечам культуры и мастацтва. Улику владальников узнагороды и коллектив гомельского цирка. Установа культуры отзначена за значный укладу развитёй и популяризацию циркового мастацтва, умоцавання международного культурного супрационництва, подрыхтовку высокопрофессийных программ и проведення доброчинных представленьяў. Сегодня на Гомельщине стартовал областный этап Республиканской Олимпиады по школьных прадметах. У гэтым годзе она пройдзе на 11 пляцовках Гомеля и Жлобина. Наши корреспонденты одным із перших сустрелі удзельнікаў Олимпиады и доведалися, у яких умовах лепшая навучэнцы региона будуть проживаць и змагацца. Што год областный этап Республиканской Олимпиады по школьных прадметах збирае на Гомельщине интеллектуальных, творчых и металакерованных падлеткаў самых розных кутко региона. Гэта лепшы ў своих дисциплинах навучэнцы агульноадукацинных школ, ліцеў и гімназій. У Гомельским державным профессийно-технічным коледжу кулинары, як і ў інших установах аддукаціў в області, зелених олимпиадников падобрай традициў сустрелі гостина. Для гэтых одуранных падлеткав падрихтовали комфортны умовы проживання. Утульные пакои гостям сподобаліся, однак хвалявання ў перецпоборництваме ўсё ровно хапае. Довольно-таки хорошее, тёплое общежитие, кровати удобны, комната хорошая. Перед каждыми соревнованиями есть волнение. Поверим в себя и как-нибудь с ними справимся. В этом году надеемся, что тоже своему району принесём призовые места. Я езжу сюда не первый год, и с каждым разом всё лучшее впечатление, всё лучшее условие, и ощущения просто непередаваемые. Боевой настрой, немножко самоуверенности, ну а так, в принципе, отлично. Я здесь первый раз, мне тоже всё очень понравилось. Очень понравилась комната, в которой меня поселили. Волнение есть. Будем повторять. И надеяться на лучшее. Урошистое открытие областного этапу Республиканской олимпиады по школьных предметах проходило одночасово на двух пляцовках города над Сожем. У стенах Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны и областного дома наученца и работника установ профессийной эдукации. Такий формат открытия интеллектуального споборництва обраны за его масштабности. Всё лето свои веды по 17 школьных дисциплинах продемонструють 1200 наученцев. Каляр же 300 зиих – проставить Гомель. Чем тяжелее багаж образования, тем легче потом идти самостоятельным путем, достигать самых высоких целей. Пусть наши достижения станут ценным вкладом в копилку интеллектуальных побед, учащихся в Гомельской области. У состав жюри включено маль 140 человек – представников практически всех высшейших научных установок региона. Основные пляцовки для проведения предметных олимпиад – установы правтех-эдукации. По-перше – тут есть специальные вычебные кабинеты, по-друге – интернаты для проживания олимпиадников. Меж тем практичные туры по информатации биологии и химии пройдут на базе Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны. Подчас проведения областного этапа Республиканской олимпиады по школьных предметах для ее удельников створят не только комфортные умовы для самоподрыхтолки. Для них так само проведут культурно-забавляльные программы, организуют работу спортивных секций, библиотек и компьютерных классов. Созданы все условия для того, чтобы все прошло организовано, четко, и ребята могли не только показать свои крепкие знания хорошие, но и хорошо отдохнуть, ознакомиться с историческими особенностями родного края, Гомельщины, города Гомеля, познакомиться поближе. И, конечно же, мы надеемся на то, что самые сильные, самые активные ребята, которые знают великолепно свои предметы, станут опорой и надеждой Гомельской области в будущей победе Республиканской олимпиады 2017 года. Вероника Ворошина, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель». Все лето в Беларуси изменяются правила приема во установы высшей и средней специальной эдукации. Такая мера накеревана на повышение якости отбора абитуриентов. Средо основных нововведений – умогчимость сдачи централизованного тестирования по четырех предметах, по ширине термину деяния сертификата ОЦТ до двух годов, организация до трех резервовых дзен для сдачи централизованного тестирования. Для тех, кто поступает ускороченный термин, предугледжены два уступные испыты по дисциплинах в учебного плана средней специальной эдукации, якие вызначаются приемной комиссией ВНУ. Так само вводятся льготы для ученых профильных классов педагогических накерунков при поступлении на педспециальности при этом термин наступной обовязковой працы складе не меньше, чем 5 годов. В Гомельской области открыто большое количество педагогических классов или педагогических групп в педагогических классах. Это коснется нашего университета. Абитуриенты, которые в течение двух лет проходили подготовку в этих классах, они будут иметь возможность, естественно, если они хорошо учились в школе по соответствующим предметам, они могут поступать на педагогические специальности по собеседованию. Протягиваем выпуск. Мы исключили практически все технические причины по гибели людей на пожарах. То есть это не от печки происходит, не от короткого замыкания, а происходит именно по неосторожному обращению с огнем. Вот возьмем 8 человек погибших. У нас, к сожалению, 7 из них пенсионеры. То есть это люди 23-го, 34-го года рождения, уже за которыми, в принципе, дети ихние, которые выросли, должны ухаживать. А мы к этому еще не пришли. Сами, наверное, взрослые не осознали, что за стариками и за детьми надо смотреть одинаково. В Гомельском аэропорте самолет выкатился за межу взлетно-посадочной полосы. Легкое двухмоторное судно бизнес-класса сербской авиакомпании выконвала рейс Киев-Гомель-Москва. У момент приземления пробила шину левого шасси. Самолет не смог спыниться и выехал за межу полосы прикладно на 15 метров. На борте находились три члена экипажа и четыре пассажиры. Никто не потерпел. Працу аэропорта пришлось на некий час спынить, пока ульворотовальники буксировали самолет на стоянку. Причины инциденту высветляются. У Гомельской области назираются низкие узровень захворваний на грипп и в острые респираторные инфекции. Показчики застаются нижайшими за пороговое значение. Вирус боится морозов и неохвотно расповсюдживается там, где люди памятают об правилах особистой гигиены. Прогульную ситуацию на Гомельщине и умовах попередживания сезонных хвороб наш наступный материал. Зараз у целом у регионе узровень интенсивности захворваний на грипп и в острые респираторные инфекции значна нижайши за контрольные узровни. Такую информацию агучывают эпидемиологи. Сезонный уздым прогнозуется на приконцы студеня початку лютого. А это значит, праздва-трытый день, рызака злегчу ложек дней на 10, узрастая в некальки разов. Покуль же специалисты мониторят циркуляцию гриппу и респираторных инфекций. Это дае махчимость назирать, як меняется структура вирусов и як яны перемещаются. Конечно, заболеваемость ОРВИ она представлена и аденовирусной инфекцией, и респираторно-синциальным вирусом, и парагриппом. И, скажем так, каждый из этих вирусов может дать заболеваемость. Для каждого человека все индивидуально. Мы осуществляем забор клинического материала от больных с ОРВИ, исследуем в нашей вирусологической лаборатории и часть клинического материала отправляем для проведения исследований в национальный центр по гриппу. Гэтой зимой циркулюют те же вирусы, что и в минулым годе. А это значит, никаких нешаканностей быть не повинно. Разом с тем, специалисты у сферы аховы здоровья называют вакцинацию самым надейным способом, застерахчись от сезонной эпидемии. Как правило, устойливый иммунитет з'является празд месяц после прищепки. И когда початок сезонного уздума захворывания учакается меньше, чем празд четыре дни, робить прищепку уже поздно. Урачи нагадывают промеры профилактики и раять усими махчимыми способами умоцовывать иммунитет. Мы вышли на улицу Гомеля, чтобы испытать у гомельчан вспоминать ены про меры профилактики и джим корыстаются. Я раньше, вот, недавно только перестала, ходила купаться зимой. Я занималась, ну, моржеванием занималась. Не сильно, но так, ходила. Мне нравилось. Ну, на крещение обязательно купаюсь. А так, ну, травки пью. Ну, чеснок, лук, ну, такое есть, чтобы это, ну... Ну, вы так вот идете, душа нараспашку. Вам, наверное, не холодно? Вы точно закаляете? Закаляюсь, да, моржуюся. Да, был утром, в краничку бегал, окунулся. Греблей занимаюсь. Вон, на воду ходим, холодно. Но, как бы, потом уже привыкаешь, не болеешь в такую погоду. Оксалиновую мазь, наверное, мажу иногда. И то не всегда. Ну, вообще, я не болею. Родилась в Мурманске, да. В Сибири, в это, на севере. Поэтому, не знаю, ничем не лечусь вообще никогда. Ну, аспирин, может, выпью. Ну, вот, лично мои секреты, да, конечно, когда мы сталкиваемся с вирусом, я ношу маску. Это бесспорно. Вот, и как бы своим молодежи всем говорю об этом. Но, вообще, есть, конечно, и мизицинские компоненты какие-то. Вот, я нафероном лично пользуюсь на начальной стадии всегда. Вот, мне очень нравится. Ну, народные средства, естественно, опять же. Подмоцовывать иммунитет только народными сродками недостатково. Иснуе мнозство альтернативных и прыгытым простых способов. Каб захавать здоровье у зимовый период, пожаданно уживать багатую витаминами ежу, добра высыпаться не меньше, як 7 годин у сутки и кожный день гулять на свежем поветры. А калю, все ж таки, вы закашляли и зауважили иншие симптомы хворобы, вспомните о правилах этикету. Маски можно одевать как здоровым, так и больным. Нельзя чихать и кашлять в общественном транспорте в открытом виде. Нужно обязательно прикрывать рот и нос носовым платком. Обязательно мыть руки после посещения общественных мест и после того, если вы пользуетесь общественным транспортом. Потому что руки являются фактором передачи, через них можно заразиться и заразить своих членов семьи. Уладальница трех олимпийских медалей по плаванне Александра Герасименя провела в Гомельской области серию майстер-классов для юных спортсменов. Один из них отбылся в Гомельском палаце водных видов спорта. Одна из мет таких встреч – мотивация юных спортсменов до занятков плаваннем. Уладальница двух сребранных медалей Лондона и бронзы Рея Де Жанейра Александра Герасименя яскравый приклад поспеху. Она не только символ сучастного белорусского плаванья, а и лучшая реклама этому виду спорта. Перед тем, как приступить до занятков – знаемство. Дети литерально засыпали Александру пытаньями. Любимая страва, стиль плаванья и так далее. Поделилась спортсменка и сокретом своих поспехов. Этого секрета нет на самом деле. Основное, что нужно, это первое, конечно же, верить в себя, верить в свой успех, в свою победу. Второе – это работать по полной на 100%, иногда и на 200%. Но опять-таки уметь понять и чувствовать свой организм. Ну и третье – это, конечно же, квалифицированный тренер, который тебе поможет, подскажет и найдет с вами общий язык. После невеликой разминки началась тренировка. Юные плавуцы рупливо працевали под керовництвом слабутой спортсменки и уважливо прислуховывались до ее парад. Завершилась с встречи аутограф сессии. Сегодня Александра Герасименя так само провела майстер-классу у Светлогорску. Завтра ее чекают у Гродзинской области. Финал четырех Кубка Беларуси по мини-футболе пройдет без удалу гомельских команд. У четвертьфинале ВРЗ у двухматчевым супредстояния соступил столичному дорожнику. Первый матч, который отбился у Гомеля на концы минулого года, завершился у ничию 1-1. Поединок у отказ проходил у столицы. Переможца не был вызначенный и на этот раз – 0-0. За кошт гола, забитого на поле соперника, далей пройшел дорожник. Так само братьбу за Кубок протягивают Лицельмаш, Виттен и Борисов 900. Состав полфинальных пар будет вядом из-за утра. Финал четырех отбудется у Гомеля 21-го и 22-го студеня. Зимовый характер на двор, я на этом тыдне захавается, але морозы управнанные скалядными значно ослабнуть. Сегодня у начислу Пок термометра опустится до минус 7 градусов. Зауторка температура поветра почне поступово повеличиваться, и ночью 12-го студеня дойдет до нуля. Однако уже у пятницу знов похолодает до минус 5. Что тычутся опадков, то спонятделка по сираду синоптики ни снегу, ни дожжу не прогнозуют. А в 8-й твер 12-го студеня чекается снег, який будет исти приклад на два дни. У пятницу прогнозуется мятелица. Выглядели информационный выпуск телерадо-компании Гомель. У студии працевала Наталья Игнатенко. Высочем с развитием паде у Гомеля и в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин